Пьер Сологуб, выпускник высшей национальной школы авиации и космоса в Тулузе, глава исследовательской лаборатории сейсмических механизмов французского комиссариата по атомной энергетике. В прошлом сотрудник Парижской астрономической обсерватории, один из лидеров Православного Братства Западной Европы. Вопрос о календаре поднимался на предсоборных совещаниях, в особенности на совещания в Шамбези в 1976 году, по результатам которого были опубликованы материалы и приняты всеми его участниками обобщающий документ. Следует отметить, что обсуждение вопроса впоследствии, если не приостановилось, то вылилось в эмоциональные споры, далекие от богословий науки, хотя имели место встречи, участники которых пытались выработать серьезный подход к рассмотрению вопроса. Полагая, в связи с возобновлением предсоборного движения следует вернуться к этой проблеме. Церкви в целом следует вновь обратиться к причинам календарных расхождений, в особенности тех, что касаются даты Пасхи. Еще на Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее был определен способ вычисления даты Пасхи. Как могло получиться, что Церковь в 21 веке не способна вынести определенного решения по вопросу, который продолжает вызывать живейшие споры? Может показаться, что вопрос о дате Пасхи второстепенный по отношению к догматическим проблемам. Однако, полагаю, он все же имеет первостепенное значение, потому что речь идет о дате главного праздника, праздника праздников. Дата Пасхи — это основа жизни Церкви. И если мы не можем прийти к согласию относительно решений Никейского собора, мы можем столкнуться с непониманием по некоторым другим решениям предыдущих соборов. Никто не будет спорить с тем, что календарь играет особую роль в нашей жизни, обладает важным эмоциональным содержанием. Так в начале года каждый, теперь с распространением интернета немного реже, получает новый ежедневник, новый почтовый календарь, который с интересом рассматривается, на котором отмечаются время отпуска и каникул, дни, когда следует заплатить по счетам и так далее. Верующие христиане узнают по календарю даты праздников и всех годовых циклов. Очевидно, любая попытка изменить что-либо в календаре, особенно в православной церкви, вероятно, и в других общинах, вызывает недоверие. Подобные проблемы следует предвидеть и отнестись к ним с осторожностью. Прежде чем перейти к сути предмета, я хотел бы напомнить о достигнутом ранее. Если я не ошибаюсь, Московская патриархия провела в 1960-е годы совещание по этому поводу. Затем было совещание в Шамбези в 1967 году. Затем совещание в Алеппо в 1997 году. По крайней мере, две последних привели к схожим выводам, которые я постараюсь пояснить. В моем выступлении я намерен представить, не осмелюсь сказать, научную, но техническую сторону проблемы. Первый момент из истории. Когда празднуется Пасха? Из Евангелия мы знаем, что страсти смерти воскресения Христа хронологически связаны с иудейской Пасхой. У Матфея сказано. В первый же день о Пресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Также читаем у Луки. «И сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху до моего страдания». Есть и другие примеры, не буду приводить их здесь, они общеизвестны. Пасха также связана с устойчивой символической параллелью. Еврейская Пасха — это воспоминания о переходе через Красное море, о пленении в земле обетованной, в то время как Пасха Христова — это переход от смерти к вечной жизни. Связь христианской Пасхи с Ветхозаветной очень прочная. Именно поэтому первые христианские общины праздновали Пасху вместе с иудеями. В первые десятилетия существовало несколько возможностей. Христиане ждали, когда иудеи будут праздновать Пасху и отмечали ее в тот же день или в следующее, затем в воскресенье. Возникает вопрос, когда иудеи праздновали Пасху? Об этом узнаем из Ветхого Завета, где способ определения даты праздника отчетливо сформулирован. Так в книге Левит сказано «В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером — Пасха Господня». Или в другом месте. «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику». Приведенные цитаты указывают, если можно так выразиться, на компоненты, которые позволяют определить дату Пасхи сначала иудеями, затем христианами. Это четырнадцатое число месяца, первый сноб жатвы. Весна, если говорить просто, и четырнадцатое число, то есть полная Луна. И здесь необходимо немного вернуться к технике составления календарей. Не вдаваясь в подробности, ибо об этом можно говорить часами, постараюсь перечислить необходимые для этого составляющие. У иудеев всегда был лунно-солнечный календарь, то есть одновременно лунный и солнечный. Лунный, потому что месяц считается по Луне. Четырнадцатое число месяца, середина месяца совпадает с полной Луной. Он также солнечный, потому что если месяцы длятся один лунный цикл, 29 дней плюс 1-2 дня в году не получается, целого числа месяца. Достаточно посмотреть на небо, чтобы это понять. Год должен быть солнечным, ибо одни и те же события происходят каждый день. Времена года неизменно сменяют друг друга. Солнце оказывается в зените всегда в одно и то же время. Поэтому необходим солнечный календарь. Чтобы объединить два календаря, иудеи прибавляли по месяцу каждые три года, а также еще по несколько дней. Прибавлять по месяцу каждые три года было относительно просто. Когда евреи населяли Палестину, нужно было следить за приходом весны. Когда приход задерживался на месяц, совет священников собирался и принимал решение о прибавлении месяца, так что первый месяц года Ниссан приходился на весну, и на 14-е число месяца приходилась Пасха. Это было просто на ограниченной территории в Палестине. Существовало три критерия для определения того, когда добавить месяц. Цветение некоторых растений и так далее. Христиане следовали примеру иудеев. Вокруг Палестины было много христианских общин. Они ждали, когда иудеи отпразднуют Пасху, чтобы самим отпраздновать ее в тот же день или в ближайший воскресенье. Проблем не возникало до тех пор, пока иудеев не начали сгонять из Палестины в 70-м или в 71-м году, когда Иерусалимский храм был разрушен, а евреи подверглись рассеянию. Определить наступление весны стало значительно сложнее. Иудеи стали праздновать Пасху в разные дни в соответствии с местными условиями, и христиане тоже. Кроме того, часть христиан отмечала Пасху в один день с иудеями, а другая часть — в следующее за ней воскресенье. Второй момент. Нейкейский собор вернулся к этому вопросу. Не вдаваясь в детали, приведем здесь решение, принятое в Никее относительно даты Пасхи. Всем христианам следует праздновать Пасху в один день — первое воскресенье после первой полной луны, которая приходится на день равноденствия или на день следующий за равноденствием. Отцы, участвовавшие в соборе, попытались таким образом насколько возможно приблизиться к способу установления даты Пасхи использовавшемуся во времена страстей и воскресения Христа. Иногда говорят о ветхозаветной Пасхе. Но главные отцы указали, что более не следует опираться на иудейскую традицию. Церковь определяет принцип установления даты Пасхи. Именно ему надлежит следовать, и в этом состоит главное значение никейского решения. В определении никейских отцов есть немало интересных. Прежде всего, упомянутые мной выше составляющие — полная луна, весеннее равноденствие, воскресенье. Все три составляющие связаны с природой, творением. Речь идет не об изобретении человека, но о Божьем творении. Введенный собором принцип не зависит ни от какого календаря. Чтобы определить дату Пасхи, достаточно наблюдать природу, полную луну, встречать приход весны. Или сначала определять весну, затем полную луну, и вы определите дату Пасхи. Это следующее, затем воскресенье. Следует сказать несколько слов о постановлении собору. В собственном смысле слова не было никакого декрета. Его удалось составить, лишь собрав все тексты, опубликованные после собора. Этот декрет признается, как я полагаю, повсеместно. Участники собора не касались технических аспектов определения даты Пасхи. Последним должны заниматься астрономы. Кроме того, особого предпочтения не отдавалось юлианскому или какому-либо иному календарю. Юлианский календарь был календарем империи, никто не задавался вопросом о том, хорош он или плох. Он был единственным календарем. Третий момент. Перейдем к пасхальному календарю. Если священник какого-нибудь прихода спрашивает у епископа, «Я не знаю, когда праздновать Пасху», и епископ отвечает ему, мол, слушай, это очень просто. Весна, полная луна, следующая непосредственно за ней воскресенье, то подобное определение правильно, но никто не захочет его использовать. Понадобилось специальное средство для расчетов, и тогда был изобретен церковный календарь. Астрономы подготовили некоторое количество таблиц для определения даты Пасхи. Следует добавить, что церковный календарь не является каноном церкви. Канон — это определение, данное отцами в Никей. Остальное есть лишь техника, кухня, хотя его тончонная. Церковный календарь, которым пользуется православная церковь, был установлен после Никейского собора. Техническая проблема состояла в том, чтобы совместить циклы Солнца и Луны. Астроном VI века до Рождества Христова, то есть ни православный, ни григорианец, открыл, что 19 лет единственно известного ему юлианского календаря составляет определенное количество лунных циклов. Если в какой-то момент можно наблюдать полную Луну, 19 лет спустя можно наблюдать ее в тот же день. Следовательно, достаточно лишь определить лунные циклы на 19 лет. Так и поступила единая тогда православная церковь. Метонов цикл, цикл полнолуний, имеет достоинство, но он не точен. Приблизительно каждые три столетия Луна смещается относительно метонного цикла. Кроме того, в упомянутых таблицах используется летоисчисление по юлианскому календарю, который, в свою очередь, не фиксирован. Было замечено, что он отклоняется от времени тварного мира. Принято считать, что 21 июня самый долгий день в году. Но в юлианском календаре 21 июня, день летнего солнцестояния, смещается на сутки каждые 128 лет. Католическая церковь последовала за Папой Григорием, который, во-первых, учел десятидневное отставание юлианского календаря, во-вторых, изменил таблицы метонного цикла в соответствии с новым календарем. В 1582 году он расположил в правильном порядке серию полнолуний. И, учитывая, что каждые 300 лет полнолуния смещаются на один день, был предусмотрен небольшой расчет, позволявший сохранить таблицы, исходившие из 19-летнего цикла. Если судить по таблицам, Григорианская, католическая Пасха определяется в точности в соответствии с предписаниями Никейского собора. За 25 лет встречается лишь одно расхождение. Православная Пасхаля точна лишь в 8 случаях из 25. Таким образом, не следует предписаниям Никейского собора. Четвертый момент. Еврейская Пасха. Нередко на вопрос, почему православные католики не празднуют Пасху в один день, православные отвечают, потому что нам, православным, не следует отмечать Пасху в один день с иудеями. Такова официальная причина. В частности, приводится выдержка из одного из декретов Антиохийского собора 341 года, постановившего, что не следует отмечать Пасху с иудеями. Нередко именно это цитируют православные. Когда речь заходит о дате Пасхи, они цитируют решение Антиохийского собора, оставляя в стороне решение Никейского собора. Что это означает? Никейский собор имел место в 325 году, Антиохийский в 341. Никейский собор должен был решить вопрос. Однако принятие и применение его решения заняло некоторое время. Некоторые церкви продолжали следовать прежнему порядку. Антиохийский собор был призван просто напомнить. На Никейском соборе был принят порядок празднования Пасхи, поэтому следует праздновать Пасху именно так, а не с иудеями. В заключение хочу сказать, что мне кажется, все проблемы, связанные с датой Пасхи, связаны с неподобающими страстями. Вместо книг, даже если они написаны самыми великими святыми, обратимся к творению. Учтем весеннее полнолуние за неделю до Пасхи. Нужно знать, что православный календарь не точен. Православная церковь не следует указаниям Святого Великого Собора. Я совершенно не коснулся проблемы экуменизма. Праздновать следует совместно. Проблема существует уже внутри православной церкви. Если по решению Никейского Собора все христиане должны праздновать Пасху в один день в современном, дехристианизированном обществе, обществе далеком от церкви, наши споры относительно даты праздника являют собой пример отрицательного свидетельства. Следует праздновать Пасху в один день. И для этого есть все возможности. Пасху в один день.